Всем привет, дорогие друзья! Сегодня долгожданное видео моих покупок на распродажах. Я обещала вам его снять, меня многие о нём просили. И есть вещи, которые я буду показывать, наверное, вскользь, потому что вы их видели, я их примеряла в магазине. Эти, ну, может быть, покажу, потому что меня спрашивали в комментариях, и я многим рассказала, что я купила из того, что я примеряла. А есть вещи, которые я заказывала онлайн, и вот они вызвали самый большой бурный интерес, и меня спрашивали, что же я купила, что же я купила. И сегодня вот я, наконец, собралась записать это видео. Покупок у меня много. Но для тех, кто кинет меня, так сказать, обвиняет в шопоголизме, во-первых, если вы прокрутите мою ленту моего YouTube-канала, и там, где я показываю свои покупки, последний раз я их показывала, наверное, год назад. Я реально не шопаюсь там круглый год, я делаю шопинг на распродажах зимой и летом, обычно два раза в год. Даже вот летом я что-то ничего особо не покупала, прошлой зимой я купила кое-что, и вот этой зимой я тоже купила кое-что, но, так сказать, я не обрадуюсь ни в коем случае, просто, так сказать, некоторое пояснение для тех, кто очень волнуется о том, что у меня нет места в шкафу, и что у меня закончились деньги. Не волнуйтесь, пожалуйста. Ну и, собственно говоря, давайте начнем. И на мне первая вещь, которую я купила, это свитер, который я, и белые брюки я примеряла в магазине. Сейчас я отойду подальше, и вам покажу, как это выглядит вместе. Блюки вы видели на мне, свитер просто вот такой, из зары, бежевый. Он, видите, довольно прозрачный, надо было какой-то топ вниз надеть, ну ладно, уже не получилось у меня. Очень простой бежевый, просто мне он понравился, потому что он такой, знаете, легкий, воздушный, его можно накинуть сверху на какое-то платье комбинацию, на что-то такое, и он довольно широкий. Кстати, размер медиум стоил долларов 15, в общем, что-то такое, точно не помню. Потом сниму, может быть, вам расскажу. Сбоку он вот так вот затягивается, его, в принципе, можно затянуть и сделать прям вот, ну, в общем, вот так вот приподнять, знаете, и сделать его покороче, и не таким объемным внизу. Сейчас я вам покажу это все полностью, в полный рост. Съемку я провожу реально в углу, потому что у меня полный дом народа, и мне некуда. Обычно я снимаю в более, так сказать, центральных помещениях моего дома, потому что никого нет. А тут у меня дети бегают, в общем, чтобы мне никто не мешал, я решила забиться в угол в одну из комнат, вот так между дверями, дверями, зеркалом. Очень странная какая-то такая, знаете, психоделическая картинка, но уж простите меня. Значит, да, кстати, на фоне белой двери, белые брюки, ну, вы видите, да, я их проверяла в магазине, когда в зале, когда я делала шоппинг, вот я их все-таки решила купить, потому что они очень хорошо сидят, и вот такой вот белый с бежевым, я не знаю, ну, как бы такой, может быть, белый, надо скипельно-белый, а может, и ничего так с бежевым, в общем, вот такое вот сочетание. Мне кажется, что этот свитер очень удобный, его можно много с чем носить. Следующая покупка, пока я вся в белом, я вам изображу белое пальто. Стою я вся такая в белом, белом пальто. Вы все там, а я тут в белом пальто. Короче, это пальто, я видела его, оно стоило довольно дорого. Где у меня этикетка была? Что-то я не могу найти. А, сзади она висит, я потом, когда сниму, покажу. Значит, чистое шерстяное белое пальто. Да, оно немножко выглядит, как банный халат. Я бы к нему приделала бы плечи, что я, наверное, и сделаю, потому что мне с моей фигурой всегда не хватает плечей. Когда в 80-е, в 90-е, помните, были в моде плечи, я я, у меня были плечи пришиты ко вси, к абсолютно, ко всей одежде. Потом плечи из моды вышли, и я их все поотрывала, и сейчас снова плечи в моде, не в моде, в общем, можно носить как угодно, но мне, вот лично мне нужны вот здесь вот, вот если бы это выглядело вот так, это было бы намного лучше. Да, он похож на банный халат, но в жизни нет. Вы знаете, это как бы, ну вот на камере немножко все выглядит не так. Посмотрите, какая интересная здесь отделка. В общем, короче, я вам потом сниму, и вам покажу. Посмотрите, какое пальто. Чисто шерстяное, белое пальто из этой ткани Montegui, что-то такое итальянская шерсть. И в нем, по-моему, 100% шерсти, не 75, а 100. Ну, я сейчас проверю, точно не помню. В общем, вот такое вот пальто, чекабное, значит. Стоило оно, я его купила долларов за 70, стоило оно, по-моему, 300 или что-то такое. В общем, вот так вот оно выглядит. Я сейчас сниму, надену очки, и все-все прочитаю вам, и покажу, какие, из чего оно сделано, и что чего. Так, во-первых, давайте смотреть. Значит, так, этикетка. Вот, вот это Montegui, премиум фабрик, премиум ткань. Сейчас, подождите, вот здесь вот, видите, тоже пришито вот это вот дело. Так, стоило оно когда-то, в начале. Это уже 89, этикетка, по-моему, сейчас я ее попробую отковырять. Значит, стоило оно 260 американских, у нас оно стоило 300 долларов, я помню. Значит, 89, оно было в магазине, но стоило оно уже, оказывается, 70. Когда я его принесла на кассу, мне сказали, что оно стоит 70. Сейчас я прочитаю его состав, девочки. Все, кто не верит, что в Заре бывает шерсть чистая и не очень так сейчас. 100% шерсть, ткань на пальто и 100% вискоза подкладка. Так, смотрите. Вот как оно интересно сделано. У него очень интересно сделан вот здесь вот двойной такой, двойной воротник. Это даже не воротник, а вырез. Посмотрите, видите. Вот здесь очень интересно. Очень интересное пальто. Необычная вещь. Я очень люблю такие вещи. Если меня спросите, буду ли я носить белое пальто, я скажу, буду. Не часто, но буду. И посмотрите, какая ткань. Чистая шерсть, чистая шерстяная ткань и 100% вискоза. Вот такое вот отхватило. Мне очень, я очень довольна, очень счастлива, что я ее купила, потому что чисто шерстяное пальто за 70 баксов, ну, знаете, это большая удача, я считаю, вообще-то. Так, следующая вещь, которую я считаю гвоздем своего показа, но при этом показываю его сразу, чтобы вы поняли, насколько сумасшедшая ваша блогерка. я его назвала по пальто, как это, бой в пальто. Ну, смотрите, это пальто в конях, но если перефразировать известную фразу, я бы сказала, что это конь в пальто. Ну, в общем, какое-то такое можно сделать игрослов, значит, оно двойное, оно внутри черное, его можно вывернуть, и оно будет черное. Сейчас я вам покажу, наверное. Поэтому я вот вывернула, отвернула манжеты, чтобы так интереснее, правда, чем и черный воротник. Наверное, если его вывернуть, то воротник получится в конях, да? Так, если вы не поняли, вот, видите, почему почему конь в пальто? Вот такое вот пальто в конях. Я люблю Зару за то, что у них бывают очень необычные вещи. Вот то пальто белое, вот это вот. Ну, где вы еще купите пальто в конях? Причем оно сделано из какой-то очень хорошей ткани. Оно прекрасно сшито, это из какой-то их премиум коллекции. Длина у него вот такая. Вот почему я поняла, что он двойной, потому что вот этикетка в кармане находится. Обычно это делают, чтобы можно было вывернуть пальто, и чтобы нигде этикетки никакие не болтались. Значит, его оригинальный прайс был, цена оригинальная, 270 долларов канадских. Я купила его тоже что-то за 90 или 70 баксов. Вот что-то такое. Уж очень оно мне понравилось. А состав его сейчас, давайте я его выверну, надену, а потом вам расскажу. так. Легким движением руки брюки превращаются. Но я вам хочу сказать, это как бы получается пальто два в одном. То есть у вас есть пальто в конях, а если вы вышли такая вся в конях, а потом вы почувствовали, что вам не хочется быть в конях, то вы можете... А, видите, вот он с обеих сторон, бородник черный. Так что... Нет. В общем, сейчас, секунду. Если вы вышли вся в конях, а потом вы почувствовали, что на вас как-то косо смотрят, и вообще вы не хотите вдруг оказаться в центре внимания, то вы можете его вот так вот вывернуть прямо на ходу. На ходу. На сковороду. Превращение. Так, единственное, что... А, и пуговицы вот так можно изнутри застегнуть. В общем, я сейчас не буду. Короче, и вы просто в черном пальто. Вы просто в черном пальто, в котором нет карманов, но и нет этикеток. Вы видите? То есть этикетка внутри сейчас я выверну его назад. Единственное, что вы можете вот так вывернуть здесь манжеты, и у вас немножко будет такой белый такой манжет, да, с какими-то непонятными такими серыми какими-то разводами, которые не видно, что это кони. Здесь тоже так немножко беленького. Вот оно у вас получается совершенно обыкновенное черное пальто. Ну, зачем? Кому нужно обыкновенное черное пальто, которое можно купить в любом магазине миллион, если можно его носить как пальто в конях? Ну, опять же повторюсь, если вы вышли из дома, и вам хочется выглядеть более нормально через там полчаса прохода по улице, где на вас все смотрят как на черную, потому что вы идете как мой пальто, то это очень удобно. Продуманно, я считаю, продуманно для тех, кто вдруг решил, что он слишком перегнул палку в своем, будучи, так сказать, одетым слишком экзотично, и решил тут как бы это дело немножко притушить. И так раз вывернул тут же на ходу на улице, и вы идете в черное пальто строгое, скромное. Посмотрите, здесь прекрасные швы, ровненькие швы. Чтобы рисунок сочетался значит на швах, я, конечно, даже и не требую, потому что такой рисунок он не, это совершенно немыслимо. Давайте посмотрим, какого он состава. Чувствуется приятно. Здесь было где-то этикетка в кармане. Так, сейчас, секундочку. Не обессудьте. отражаются мои лампы. Это так ужасно в этом. В этом, в этом. Так, 100% вискоза. Ну, это не знаю, кто из них вискоза. 67% вискоза, 35% полиэстер одна сторона, а вторая сторона 100% вискоза. Ну, я не знаю, наверное, тут, понимаете, непонятно, что тут как бы подкладка, что тут ткань. Ну, в общем, короче, в нем много вискоза, посмотрите. Так, сейчас расскажу, что на мне, но сначала расскажу про этот свитер. Значит, в нем 25% шерсти, все остальное синтетика, но достаточно хороший, большой процент шерсти. я купил за 10 долларов 9,99. А стоил он 80 наших канадских в начале, когда его начали продавать, а сейчас я его купила на распродаже за десятку. Единственный его недостаток, что он немножко прозрачный, но это все очень легко решаемо, легким топом, или если его использовать вот именно как сверху наверх накидывать на платье комбинацию, то вполне себе за десятку 25% шерсти очень хорошая цена. Так, следующая вещь, это такая рубашка серебристая. Я купила ее не просто так, я купила ее в комплект вот к этой юбке. Вот эту юбку, вы помните, я примеряла в магазине с вами, мы с вами ее примеряли два раза, два, потому что один раз мы примеряли еще до распродажи, и она стала долларов 60, я немножко пожалела на нее денег, ой, я что-то запыхалась здесь, тороплюсь писать, а мне как-то темнеет, поэтому я стараюсь побыстрее. Значит, и потом, когда мы на сейле с вами пошли смотреть зару, я купила ее, я ее купила, она стоила долларов, ну вот, если вы смотрели мое видео, не дадите мне соврать, потому что я не помню, наверное, было в 15 она стоила, может быть, 20, максимум 20. И вот она вот прекрасная, вот эта серебристая юбка, опять же, в деталях, если вы не помните, то два видео у меня есть с ней, в Майшопинг-заре, по-моему, до распродажи и вот во время распродажи, и вот я, когда увидела, ой, здесь можно завязать, не носить ее прямо сверху наверх, потому что она довольно длинная, мне это тоже нравится, потому что ее можно носить с брюками, я, наверное, сейчас померю с брюками, ее можно реально носить, и она все-все-все закрывает с джинсами, при этом она производит впечатление такой немножко нарядной, потому что вот она такая серебристая, но не сильно, цену тоже долларов 18, что-то такое она стоила, и вы знаете, что я вам хочу сказать, обычно вот этот отлив серебристый, он здорово полнит, но я хочу сказать, может быть, я слишком самонадеянная, но даже на камеру, камеру, которая увеличивает, в принципе, добавляет пяток килограмм, я не выгляжу, как бы, что это меня очень увеличивает, я бы сказала, что совсем нет, потому что мне кажется, что вот этот вот серебристый отлив, здесь интересные манжеты такие с пуговкой, вот этот серебристый отлив, он как-то не, у меня нет никаких фильтров, никогда, девочки, если бы я знала, как их делать, я бы поставила, но поверьте мне, что я такой отморозок и чайник, в смысле вот компьютерный и телефонный, что я тупо ставлю телефон на штатив, включаю съемку, видео, а у меня, кстати, айфон, это не самсунг, потому что я знаю, что в самсунге уже встроенные фильтры, в айфоне встроенных фильтров нету, никаких, ни на лицо, ни на фигуру, ни на что, в этом смысле для блогеров самсунг намного более, уделяю, телефон или без, в этом смысле для блогеров самсунг более приоритетный телефон, но у меня айфон и в нем нету ничего, и вот я как есть натураль вот в таком весе мне, кстати, написали недавно, что зачем вы говорите, что вы вести 62 килограмма, если вы меряете размер лапчей, экстролапчей, неужели вы стесняете своего веса? Девочки, я тогда ответила этой девушке, я вам сейчас еще расскажу, я вешу 62, хорошо поевший, я вешу 63, честное слово, я просто очень маленького роста, метр 60, и у меня весь вес вот здесь, понимаете, вот здесь я могу носить медиум и даже смолы иногда, а вот здесь мне надо ларч-экстроларч, чтобы сюда влезть, понимаете, мне надо ларч-экстроларч, у меня очень часто платья вот здесь вот болтаются, а вот здесь они мне так плотненько, поэтому я всегда выбираю большие размеры, чтобы всунуть мой этот кардашьян в любую одежду, потому что низ у меня тяжелый, и за счет этого как бы у меня вес вот здесь, весь вес вот здесь, живот и попа. Так, дальше, пошли дальше, пока мы в серебре, показываю вам. Ну, это из серии пальто в конях, или конь в пальто, значит, пальто, как бы я его назвала, помните, у нас были в Новый год, у нас были такие гирлянды, которые получались, была такая тонкая папирусная типа бумага разных цветов продавалась в магазинах, если ее было сложить во много-много слоев, склеить в двух местах сверху и снизу, а потом вот так вот, там что-то надо было вырезать, прорезать, я уж точно не помню, а потом она так раз разворачивалась, и получался такой фонарик, не гирлянда, правильно, это был фонарик, и это была елочная игрушка, мы сами мастерили, это вешали на елку. Вот, помните, да? Вот помните, да? Вот, короче, значит, когда оно появилось в Заре, она тоже из Заре, конечно, откуда еще, когда оно появилось в Заре на веб-сайте, я, конечно, облизнулась, но оно стоило дорого, значит, я вам сейчас скажу, я считаю безумием платить дорого за вот такие вот вещи, которые будут носиться очень-очень редко, в основном они будут висеть в шкафу, но очень хочется иметь иногда для какого-то вот события, мероприятия, я уже где-то говорила, у нас бурная социальная жизнь, мы много очень ходим по всяким гостям, разным мероприятиям, событиям и так далее, и я найду, куда это надеть, но не часто, безусловно, вот, поэтому, когда я увидела его на сайте, я подумала, ну да, ну конечно, ну как бы, там уж сто, под 200 баксов стоило, или даже больше, не помню, но потом на распродаже я увидела его за 65, или что-то такое, я подумала, о, это я, кстати, в магазине, я забрела в магазин в какой-то момент, не на веб-сайте, и увидела это пальто, и подумала, что я его, конечно же, заберу домой, с собой, потому что я очень, мне оно очень понравилось, я хочу на эту тему еще просто сказать, что почему-то все советчики, советчики по фэшн, по моде, девушки, которые себя называют стилистами, стилистами, да, они все говорят, что на распродаже надо покупать базовые вещи, нужно покупать, там, черные брюки, белые футболки, кстати, брюки черные я тоже купила, несколько пар даже, значит, черные брюки, белые футболки, какие-то там, кроссовки, носибельные вещи, я не понимаю, почему, я вообще очень, для меня это секрет, почему, я сейчас объясню свою теорию, быстро, значит, носибельные базу, носибельные вещи, которые вы будете носить часто, нужно покупать дорого, в хороших магазинах, почему, потому что вы их часто носите, часто стираете, естественно, они быстро приходят в негодность, значит, это должен быть минимум, минимум коз, или массимо дути, из масс-маркета, если это что-то более высокого качества, еще лучше, то вот такие вещи должны быть дорогие, понимаете, а на распродаже нужно покупать вот такую вот дрюнь, дурную всякую, которую вы наденете, может быть, пару раз за год, поэтому даже если, во-первых, вы недорого за нее заплатили, если она у вас в шкафе висит, и не часто не носите, вам не так обидно, это первое, во-вторых, вы не носите ее часто, вы не стираете ее часто, вы ее часто не носите химчистку и так далее, то есть, ее не надо часто, как бы, использовать, поэтому, вот, по-моему, именно на распродаже нужно покупать вот такие сумасшедшие вещи, потому что просто жалко на них, давать за них большие деньги, и, опять же, я не знаю, как ее стирать, наверное, химчистку, поэтому, как бы, ну, еще заплатить, дорого еще в химчистку носить, знаете ли, это как-то очень обидно, сейчас я вам расскажу, сколько она стоила, из чего она сделана, подозреваю, что сделана она из, наверное, и палок, не хочу произносить это слово, кто не скажет, что я грубиянка, хамка, матершинница, ну, это слово не мат, конечно, но, я думаю, что это синтетика, но, знаете, в нее столько вложено работы, так, 100% полиэстер, ну, я как бы не сомневалась, я просто хочу вам показать, значит, да, стоила она 170 долларов, вот, я ошиблась, не по 200, 170 баксов, 169, и 69 я купила за 70, значит, естественно, за 170 долларов, ну, вы понимаете, это как бы, но, значит, она так сделана, у нее такой вот воротничок, здесь сверху, вот такой большой крючок, вот такой, вот видите, здесь он, раз и раз, и можно так вот сверху застегнуть, и, я хочу вам сказать, посмотрите, как сделано, это все прошито, то есть, каждая вот эта вот гирлянда, гирлянда, видите, она сделана вся из вот таких вот гирлянд, и каждая вот эта гирлянда, ткань, она пришита, ну, понятно, не руками, прострочена, конечно, но она пришита сверху на вот эту ткань, то есть, вещь, просто, ее даже можно не надевать рукава, а просто накинуть, ой, какой-нибудь карнавал, хэллоуин партия, что-то такое, изобразить какую-нибудь там, принцессу дурандов, вполне, ну, просто, я не знаю, я обожаю такие вещи, я, особенно, когда они не очень дорогие, за дорого нет, а за приемлемые цены, почему, почему бы и да, что называется. Так, я купила еще черные брюки, это я заказала онлайн, одни я покупала при вас, такие с вывернутым верхом, я тоже, тоже вам их покажу, эти брюки, просто черные брюки, я их сейчас по мере, я просто хочу вам сначала их показать, чтобы вы поняли, они тоже стоили 130 долларов, представляете, купила я их за 12, или что-то такое, почему они такие дорогие, что за состав, я даже купила, не понимая, что, что, почему, они что ли, шерстяные, 42 процента шерсти, ага, значит, не 42 процента шерсти, такие же, как те брюки, что я примеряла, когда мы с вами были в магазине, я купила за 13, или за 10, я уже не помню, на онлайне, это полушерстяные брюки, размер large, значит, чем же они необыкновенны, вот это брючина, вот это вверх, вот брюки, как брюки, казалось бы, даже непонятно, какие, просто обычные черные брюки, на замке, вот, вот эта брючина себе такая, идет, идет, и посмотрите, что у нее внизу, я даже не знаю, если вы видите, но это низ, это подол брючины, можно так сказать, низ брючины, он сделан, как будто бы, вверх брючины, пояс, как будто бы, шлевки, и вот такой вот карман, как будто бы, сзади на брюках, и вот две брючины внизу, каждая из них имеет вот такую вот прикольную деталь, то есть вы понимаете, да, вот вверх, такой же, здесь тоже шлевки сзади, тоже карман с пуговицей, эх, жалко, они пуговицы не пришли, было бы совсем на тюре, но, наверное, пуговица бы внизу цеплялась там за все подряд, а внизу, вот, это низ брючины, сделан вот с такими вот штуками, и таким, как будто имитация кармашка, прикольно же, правда, сейчас я их примерю, а так вот, они вроде бы брюки, как брюки, обычно сидят, кстати, шикарно, сидят великолепно, и спереди, и за, считаю, что очень хорошо серы, прям шикарно, это размер large, и повторюсь, стоили за 29 долларов, я купила за 13, или что-то такое, вот так вот ничего не видно, особенно на камеру, издали плохо видно, а вот если в зеркало, видите, у них вот здесь вот эта вот деталь, симпатичная, интересная, приятная, вроде бы обычные брюки, такие деловые, в офис можно там, куда-то, в любое место можно, обычные брюки, прям классные, мне они очень нравятся, сидят хорошо, ну классные штаны, такие, мне трудно купить брюки, и длина, кстати, потому что, я вам хочу сказать, ведь их же нельзя, если их подкладывать, то вся уйдет, вот этот весь, весь, вся вот эта смешная идея внизу, то есть, как бы по длине, они не идеальны, ничего не надо с ними делать, небольшой каблук, вот такие вот, возьмите брючки, вот этот мой старый, это не смотрите, я вам показываю эти брюки, которые вы тоже с вами вместе, примеряли в магазине, я просто вам хочу еще раз померить, показать, какие они классные, я их тогда тоже купила, помните, вот такие вот брюки с защипами, у меня, по-моему, очень темно и не видно, я потом их сниму и покажу вам, как они выглядят, неудачный свет у меня, не видно деталей, не видно деталей, и купила я их за 13, точно так же, как вот эти черные брюки, у них прекрасный состав, а стоили они копейки, причем вот удивительная уценка, при цене в 130 долларов, когда они были оригинальные, и потом они их уценили до 13 долларов, вот в Заре на распродаже можно купить такие вещи, которые никогда нельзя купить, ни в одном другом магазине за такие цены, так, вот эта рубашка, она тоже полиэстер, и стоила она 55, когда она была за полную цену, я ее купила за 15, или что-то такое, я точно не помню, потому что я уже точно не помню, так, ну, в общем, вот эти брюки, я думаю, что вы их помните, и мы с вами пойдем дальше, помните черное платье, которое я примеряла в кос, мы с вами вместе его примеряли, я его купила, потому что оно мне очень понравилось, оно обычное, как бы черное платье, вот такой вот прямо под горло вырез, интересный, красивый рукав, что я, я когда примеряла это платье, черное, кос, вот это из кос, я вам говорила, что оно как бы черное, очень врачное, такое монашеское, ну, во-первых, очень красивая рукава, и это очень добавляет, так сказать, к нему интерес, а во-вторых, у меня много таких красивых, ярких, больших украшений, которые прекрасно вот лягут на это, вот такой вот, как на фон, вот на это платье, и я не помню, сколько оно стоило, я потом, может, с него посмотрю, но вы, если мой обзор из кос видели, то вы его помните, оно, по-моему, получилось до 60, или что-то такое, вот, например, у меня есть вот такое вот украшение, из Ары же, которое я вам, кстати, по-моему, показывала, у меня было целое видео, о моих украшениях, покупке украшений из Ары, это было пару сезонов назад, я хочу сказать, что в этом сезоне я не купила ничего, из украшений, потому что мне ничего не понравилось, и ничего не было, во-первых, все раскупили моментально, у нас вообще, я вам хочу сказать, у нас еще идет распродажа в Ары, но там уже все раскуплено абсолютно, у нас моментально размели все, что было более или менее прилично, ну, я, как вы видите, успела, вот, но украшения размели быстро, моментально, и ничего не осталось, и вообще ничего не было такого, что мне нравилось, а вот, знаете что, мне кажется, надо немножко пониже, цепочку, потому что она прям, ой, впивается в шею, и это не очень красиво, во-первых, не очень удобно, вот так я его пониже опустила, и, помните, я с вами гуляла по магазину Саймонс, сейчас я подаю эту павли, чтобы вы поняли, как она выглядит, по магазину Саймонс, я вам сказала, что ой, здесь сережки продаются точно под мое Заровское колье, потому что у меня к нему нету серег, и вот, вы помните их, я их таки купила, они стоили 15 баксов, посмотрите, как оно, прям как будто одно для другого сделано, да, и вот я вам показываю, как это платье, сейчас я одену хотя бы одну серегу на ухо, так, старалась, что чуть не сломала, так, старалась, что чуть не сломала сережку, представляете, побыстрее, побыстрее, чтобы не затягивать, видите, вот, посмотрите, видите, как они подходят, и они, хочу сказать, что они не очень длинные, не очень большие, а как размеру, вот, я вам хочу сказать, что вот это платье, оно является фоном, прекрасным фоном, и прекрасным, у него разрез есть немножко, и прекрасным, прекрасные рамочки, скажем так, для очень красивых украшений, красивый пояс такой, можно на него надеть, но у меня надо похудеть летом, килограмм на пять, вот, и вот, понимаете, это один из примеров, но вот куда, с чем можно еще надеть вот такое украшение, только с черным платьем, я считаю, опять же, хорошо было бы мне сюда, плечи, вот посмотрите, если бы я надела плечи, был бы совсем другой силуэт, а так, конечно, отсутствие плечей, у меня очень узкие плечи, и мне это очень всю жизнь не мешало, ну, не нравится мне, но что есть, как бы, надо понакупить на Амазоне плечик, вырешивать ко всем вещам, которые требуют плечи, ну, в общем, вот, красиво, правда, очень, очень, и прямо вот на этом платье, то, что нужно, так, из того, что я тоже покупала при вас, я это примеряла на моих примерках коз, поэтому я не буду сейчас, только покажу и приложу, вот этот розовый, чисто шерстяной, опять же, цвет не совсем такой, он прямо такой розово-малиновый, как этот цвет называется, чисто шерстяной свитер, он тоже обошелся долларов 60, вот такой прекрасный, прекрасный вязкий, вы все его, конечно, помните, всем, кто меня смотрит, кто меня смотрит недавно, посмотрите, это было буквально пару видео назад, ну, может быть, 3-4 видео назад, мои примерки коз, я примеряла там этот свитер, из того, что мы сами вместе покупали в Заре, я купила таки этот жакет, очень необычный, интересный, чуть не оторвало себе ухо, озерка длинная, тянула волосы, девочки, их не доведет меня до добра, моя любовь к украшению, так, вот этот жакет, если вы помните его, сейчас я его сниму, покажу поближе, кстати, даже с этим платьем неплохо, так, прикольно, значит, он на завязке, это был размер смол, стоил он 25 долларов, его цена была 150, интересен он тем, что он, видите, такой деконструктивный, как будто бы сшит из двух, опять же, если вы не смотрели, посмотрите, это мое видео, примерок из Зары, тоже буквально 3-4 видео назад, сразу, по-моему, после кос, ну, где-то так, может быть, я положу в инфобокс, если я не забуду, девочки, простите меня, если я вдруг забуду и не сделаю это, видите, у него какой-то неравномерный край, как будто бы два пиджака сшито вместе, очень-очень интересная вот такая вот задумка, так, я купила вот этот жакет, если вы тоже помните, нарядный, 35 он стоил, или 25, это размер экстра-ларч, я его назвала такой женский, женский жакет, для взрослых дам, такой серьезный, такой, знаете, накидушка с, накидушка сверху, на какое-нибудь платье накинуть, если у вас нет рукавов, и вам холодно, чтобы не было, опять же, плохо видно, там, видите, весь такой повлескивает, вот, экстра-ларч, он немножко великоват, но ничего, пусть будет пошире, сделан он тоже ткань, и с такой вот, с такой блестинкой, вот такой вот, как будто бы кружево, чешо, не знаю, ну, в общем, что-то такое, и здесь такая на кнопках застежка, и, вот это вот тунику, платье-тунику, мы тоже с вами ее примеряли, вы ее помните, она стоила, это размер был медиум, стоила 20 долларов, а стоила 80, без распродажи, и стоила, и вот такая там, тоже посмотрите мое видео, если вы хотите посмотреть, как она у нас сидит, в общем-то, понятно, как она у нас сидит, прямое такое платье, сделанное из такого, трикотажа, знаете, просто такой синтетический, крым-плен, такой, можете сказать, почти крым-плен внутри, а может он и не синтетический, я помню, что я смотрела его состав, и удивилась, что там что-то есть внутри, если я с чем-то его не путаю, сейчас я проверю, девочки, 92 вискоза, вот я же помню, что оно на вид было такой, крым-пленовое, а на самом деле, оно не такое же синтетическое, 92% вискоза, то есть у него довольно хороший состав, вот такое веселенькое платьице, тоже вот на курорт можно, знаете, в отпуск, прикольно, тем более, что у нас вискоза, льпов короткий, обычно мы ездим куда-нибудь там в Мексику, на Карибу зимой, там вечером бывает и не так уж и жарко, и вот такое вот не совсем тонкое, легкое платье, вполне, вполне, по-моему, я показала вам все, но если что-то забыла, то не обессудьте, короче, вот, девочки, такое у меня сегодня видео получилось длиннющее, наверное, я не знаю, я тут прервалась, иногда, поэтому я не знаю, сколько набежало минут, вот, вот такое вот видео, вот такие мои покупки, опять же, серьезно вам говорю, что за долгое-долгое время, я вот, честно сказать, что-то купила вот тогда в Кос, и в Заре, на онлайн, и в магазин, я там что-то покупала, а больше, ни Ченен, ни Масима, я вообще сто лет не ездила, потому что он так далеко, и туда так далеко ехать, когда-то он был прям возле моей работы, а сейчас он прям на другой конец Торонто, и это прям вот, вообще, я раз в полгода выбираюсь, это уезжу, по-моему, даже же, в общем, давно не было там, все, всех люблю, целую, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вы, если впервые, то вы отпишетесь на мой канал, если нет, то я всем моим старым друзьям очень рада, поставьте лайк, если вам не жалко, если вам понравилось мое видео, а с вами была Дита, всем привет, всех люблю, целую, пока, пока,